Сегодня в России и странах ближнего зарубежья вспоминают события 70-летней давности. 8 апреля 1944 года началась знаменитая Крымская наступательная операция. Чуть более чем за месяц советские войска разгромили 200-тысячную группировку противника и полностью освободили территорию полуострова от фашистов. Воротами в Крым для наших солдат стал небольшой город Армянск, который 70 лет назад был еще селом. По местам боев прошелся Сергей Пикулин. Крымский перешейк, небольшой участок суши, в самом широком месте, чуть больше 9 километров, соединяет Крым с материком. Это единственный путь на полуостров. Первую попытку взять его штурмом советские войска предприняли еще в ноябре 1943 года. Тогда удалось отбить у фашистов лишь небольшой плацдарм. Николай Андреевич один из участников тех событий. По словам ветерана, до подхода основных сил 4-го Украинского фронта им пришлось оборонять стратегически важный клочок земли 158 дней. Вокруг минные поля. Противник буквально в нескольких метрах от их окопов. Каждый день советские солдаты несут потери. Но они выстояли. Для Гитлера Крым был краеугольным камнем. Фюрер боялся, что поражение здесь повлечет выход из нацистского блока Болгарии и Румынии. Поэтому приказал до последнего удерживать позиции. Советским войскам противостояла 17-я немецкая армия. В ее числе 200 тысяч солдат, более 3,5 тысяч орудий и минометов, 215 танков и штурмовых орудий. Немецкие солдаты считали свои позиции неприступными и небезосновательно. На Крымском валу буквально через каждые 10 метров были оборудованы вот такие доты и дзоты, между которыми еще находились пулеметные расчеты. Советские войска наступали с той стороны. Здесь, с высоты, можно было простреливать каждый сантиметр равнины. Чтобы избежать больших потерь во время наступления, советским солдатам необходимо было знать расположение огневых точек противника. Для их определения пошли на хитрость. Вдали от своих основных позиций вырыли траншеи, соорудили чучело в военной форме. По штурмам в атаку, поднять эти чучела, и немцы должны обязательно открыть огонь. Вот так вот, если сопоставить все воспоминания ветеранов, было сделано 8 раз. Поэтому за какой-то небольшой промежуток времени уже все точки были пристрелены. 8 апреля рано утром, когда над перешейком еще стоял туман, советские войска начали артиллерийскую авиационную подготовку по уже известным позициям. Массированный обстрел длился 2,5 часа после наступления. Уже к вечеру взяли армян. Решили посчитать. Дошли до цифры 33 тысячи. И это нужно сказать, что это именно при взятии населенного пункта и Перекопского вала. После взятия Армянска уже через несколько дней были освобождены Джанко и Керчь. 13 апреля Евпатория, Симферополь и дальше по побережью. Феодосия, Суда, Калушта, Ялта, Балаклава символично. Ровно за один год до Великой Победы 9 мая 1944-го советские войска освободили Севастополь. А 12 мая остатки немецко-фашистских войск в Крыму на мысе Херсонес сложили оружие. Крым был полностью освобожден. Сергей Пикулин, Сергей Полянский, Сергей Беленок и Екатерина Белоусова. НТВ. Крым. Мощный шторм прокатился по юго-востоку США. От Луизианы до Джорджии.